Новости на информационном канале Севастополя в студии Левтина Игнатьева. Здравствуйте! В этом выпуске вы узнаете. У нас огромный ров внизу с арматурой металлической, там, с палец толщиной, и что это в центре города. Разобрали и заморозили, когда завершится реконструкция подпорной стены на улице Советской. За помощью в решении вопроса горожане обратились к губернатору Дмитрию Овсяникову. Инвестиции в детей – это одна из самых главных задач правительства города, департамента образования. Перспектива образования в культурно-информационном центре наградили лучших учителей и воспитателей. В данном периоде выполняется работа по планировке обочин, восстановлению профиля водоотводных пуветов, обрезке дорожных знаков. Безопасность на дорогах. В поселке родное устанавливают водоотводы и предупреждающие знаки. А теперь об этих и других темах подробнее. Сегодня президент России обратился к жителям страны по поводу предстоящей пенсионной реформы. Владимир Путин предложил повысить пенсионный возраст для женщин до 60 лет, для мужчин до 65. Также предлагается на три года уменьшить стаж, дающий право на досрочный выход на пенсию. Уменьшится и стаж для выхода на пенсию у многодетных матерей. Владимир Путин подчеркнул неизбежность изменений, но заверил, что они будут постепенны. Предложения президента будут оформлены в качестве поправок и внесены в Госдуму в ближайшее время. Подробнее мы расскажем в вечернем выпуске новостей. Далее о событиях в городе. Вопросы капитального ремонта домов, реконструкции инженерных объектов, а также личное обращение севастопольцев прозвучали на приеме у губернатора Дмитрия Овсяникова. Один из них касался завершения реконструкции подпорной стены. Подрядчик с работой не справился. Разобрать успели, а строить новую не стали. Как решится вопрос и что стало с подрядной организацией, узнавала наша съемочная группа. Подпорная стена в районе 61-го дома по улице Советской в разобранном состоянии стоит больше года. Реконструкцию подрядчики начали в феврале 2017-го, но через два месяца работу прекратили. Успели снять камни и спилить деревья. Жители ближайших домов беспокоят и внешний вид объекта в центре города, и устойчивость грунта. С апреля 2017-го года здесь ничего не делалось. Это видно по стене, это видно по деревьям. Якобы недостаток проекта. То есть начали строители выполнять работы, оказалось, там идет какой-то кабель, который они не учли. И так далее и тому подобное. Вот уже полтора года делается новый проект. На втором участке подпорной стены подрядчики возобновили реконструкцию уже в феврале этого года. Но в мае стройку вновь заморозили. Остался ров, ничем не огражденный. Рядом играют дети, рассказала жительница дома на Советской Татьяна Бородина. За помощью в решении вопроса женщина пришла на личный прием к губернатору города Дмитрию Овсяникову. На данный момент возле стены, где-то в длину 5 метров, вырыт огромный ров, где-то полтора-два метра глубиной, внизу которого стоит арматура. Ограждений никаких нет. Предыдущий подрядчик не справился с работой и контракт с ним расторгли. Но уже найден новый исполнитель, который возьмется за завершение реконструкции. Дмитрий Овсяников поручил ускорить эти работы и контролировать их выполнение, а также установить ограждение на участке. 16 августа был проведен конкурс новый на исполнителя. С ним срок заключения контракта указан сентябрь, срок окончания работ – май 2019 года. Служба нашего контроля городского хозяйства выйдет на вас, приедет, проверит, выпишет предписание, которое будет контролировать строители, с которым заключен контракт. Будет выполнено требование безопасности. Еще один вопрос касался капитального ремонта 46-го дома по улице Карьерной в Ангермане. Старшая по дому утверждает, капремонта не было с момента постройки здания, с 50-х годов прошлого века. А после текущих работ вода с потолка так и продолжает течь. Ливневые дожди, просто подставляешь ведро, капает. Управляющая компания только обещает. Вот пришли в этот раз, положили один-два кусочка маленьких метр на метр там над одной квартирой и все. И один шов залили. Договор с подрядчиками на капремонт кровли в этом доме есть и провести работы должны до конца этого года. Мы в понедельник как раз рассматривали вопрос проведения капитального ремонта домов. Крайне неудовлетворительное состояние. Было представлено, что темп маленький и базару моему заместителю Владимиру Васильевичу было поставлено на вид. Контракт заключен. Вы старший по дому будете контролировать. Вот на вашем примере, если хоть одна крыша зайдет в дождь, соответствующие лица понесут ответственность. Базару Владимиру Васильевичу неполное служебное соответствие. Если хоть одна крыша зайдет в дождь. Поэтому у вас контракт заключен. Мы будем держать на контроле ваше обращение. На прием губернатора у севастопольца приходят и с вопросами личными. Так семья Киреевых обратилась за помощью в признании их нуждающимся в улучшении жилищных условий. Супруги просят поставить их в очередь по госпрограмме. Правильно, что вы делаете, что встаете в очередь. Мы сейчас разрабатываем механизмы строительства жилья по льготной цене. То есть это не бесплатная льготная цена, там 40 тысяч квадратных метров. Мы рассматриваем земельные участки для предоставления многодетным семьям и определенной годной категории. Например, в Черноречи. Недавно было публичное обсуждение. То есть мы ищем варианты, каким образом обеспечить возможности. И, конечно, мы будем предоставить это только тем, кто стоит в очереди. Конечно, процесс получения льготной квартиры может занять время. Но сейчас правительство Севастополя разрабатывает различные варианты, как улучшить жилищные условия молодых и многодетных семей и других категорий граждан. А семья Киреевых по поручению губернатора будет поставлена в очередь на улучшение жилищных условий. Марина Кравцова, Илья Якушев, Деливер Меджидов, информационный канал Севастополя. Готовятся к началу учебного года и представители фракции «Единая Россия». В законодательном собрании Санкт-Петербурга они предложили ограничить продажу чипсов и газировки в торговых автоматах на территории школ. Высококалорийная пища может навредить пищеварению, детей способствует набору лишнего веса. А установка торговых автоматов приводит к тому, что школьники отказываются от полноценного питания в столовой. А в преддверии Дня знаний в Севастополе провели августовскую конференцию педагогических работников. Подвели итоги прошедшего учебного года и обсудили перспективы следующего. Также в культурно-информационном центре наградили лучших работников сферы образования. Кто получил награды, знает Елена Карнаухова. Ирина Николаевна Куляба – учитель русского языка и литературы в первой гимназии. В профессии уже 23 года. За высокие достижения сегодня получает президентскую премию 200 тысяч рублей по результатам конкурса на определение лучших работников сферы образования. От Севастополя отобрали всего двух педагогов. Помогли Ирине Николаевне и ее ученики. Моя ученица стала победителем федерального этапа Всероссийского конкурса сочинений. Мой ученик стал финалистом конкурса «Чтецов. Живая классика». Я выступал в Москве на суперфинале. И вот в этом году моя ученица, это самое мое серьезное достижение, стала призером заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников по русскому языку. Мы убедились, что мы можем конкурировать с учениками российских, других российских регионов. И вот, наверное, нам самое главное сейчас, учителям севастопольских школ, стараться держать эту планку. А вот Елена Александровна Иванова, логопед 131-го детского сада, получила премию губернатора. 20 лет работы постоянно осваивает новые технологии. Применяет практики из нейропсихологии и нейрофизиологии. Сейчас используют и компьютерные программы на основе биологической обратной связи. Они позволяют помогать детям с тяжелыми нарушениями речи, ДЦП, заиканием, гиперактивностью. Основа метода – научить детей диафрагмальному дыханию. Занятия сложные и поэтому превращены в игру. Если ребенок все упражнения выполнит верно, из яйца вылупится гусеница, а затем превратится в бабочку. В процессе вот этой игры, вот, ребенок обучается саморегуляции, правильному дыханию, координированию своего поведения, дети неусидчивые. А тут нужно несколько минут провести в спокойном состоянии, что очень сложно для ребенка. Мы видим результат, мы видим свой результат, дети видят свой результат. Повышение качества образования – одна из основных задач для правительства Севастополя. В приоритете и развитии новых подходов к финансированию этой сферы, привлечения в небюджетных источников. Пример успешного государственно-частного партнерства – проект «Я сдам ЕГЭ». В некоторых регионах страны он позволил за два года уменьшить количество не сдавших экзамен по разным предметам в три раза. До 2021 года запланировано строительство 10 школ почти на 5,5 тысяч мест. На эти цели в федеральном бюджете запланированы больше 3 миллиардов рублей, в городском – почти 900 миллионов. Инвестиции в детей – это одна из самых главных задач правительства города, департамента образования. У нас очень сильно растет количество обучающихся за последние четыре года с 33 тысяч до 44. Конечно, это приводит к увеличению процента детей, обучающихся во второй смене. С этим тоже нужно бороться. Мы боремся тем, что строим новые учреждения и будем увеличивать темп. Заметно растет успеваемость учеников. В 2018-м медали за особые успехи в учебе получили 204 выпускника 11 классов, на 32 – больше, чем в прошлом году. Растет и рейтинг образовательных учреждений. По итогам 2016-2017 учебного года третья школа и вторая гимназия вошли в число 500 лучших школ России из 100 лучших образовательных организаций по филологическому профилю. В сотню лучших образовательных заведений по оборонно-спортивному направлению включена и 32-я школа. Образование города Севастополя нуждается в дальнейшем развитии системы работы с одаренными детьми. Для получения системного эффекта предлагаю создать на базе детского оздоровительного лагеря «Ласпи» региональный центр по работе с одаренными детьми, аналог российского «Сириуса», у которого есть для этого все предпосылки и условия для аккумулирования там ресурсов для работы в этом направлении с учетом недавно утвержденного генерального плана развития лагеря с сочетанием возможностями отдыха и оздоровления детей. По государственной программе сейчас стоит задача обеспечить стопроцентную доступность дошкольного образования для детей до трех лет. Для этого на 18-е и 20-е годы предусмотрено введение почти 1300 дополнительных мест в детских садах. Из них 400 для детей в возрасте от полутора до трех лет. Дополнительные места вводятся за счет строительства трех новых детских садов, а также за счет средств ремонта поступающих пустующих групповых помещений в детских садах Министерства обороны Российской Федерации, которые были переданы нам, собственно, из города Севастополя, только в июле текущего года. Для создания дополнительных дошкольных мест выделено финансирование в размере более 663 миллионов рублей. Из них 544 миллиона – это федеральный бюджет, и 119 миллионов – это бюджет города Севастополя. Особое внимание уделяется ребятам с ограниченными возможностями здоровья. По программе «Доступная среда» уже выделены более полутора миллионов рублей. В детских садах работают 122 специализированные группы. С 1 сентября этого года на базе детсада номер 10 откроют группу для детей с нарушением слуха. А поздравляют учителей и воспитателей нашего города с высокими наградами. Елена Корнухова, Деливер Меджитов и весь коллектив информационного канала «Севастополя». Заботятся в Севастополе и о безопасности в образовательных учреждениях. На заседании антитеррористической комиссии в правительстве Севастополя Дмитрий Овсяников поручил усилить меры накануне нового учебного года. Губернатор отметил, что торжественные школьные линейки обычно собирают большое количество участников, поэтому дополнительные меры безопасности необходимы. На заседании также обсудили защищенность объектов транспортной инфраструктуры, водоснабжения и водоотведения. Уточним, в мероприятии участвовал начальник управления ФСБ по Крыму и Севастополю Виктор Палагин. А начальника отдела Севреестра оштрафовали на 5000 рублей за нарушение порядка рассмотрения обращения граждан. Сотрудники прокуратуры Севастополя провели проверку по жалобе жителя города и выявили, что в управлении государственной регистрации права и кадастра не всегда соблюдают сроки предоставления ответов на заявление. Установлено, что обращение заявителя по вопросам, относящимся к компетенции государственного органа, рассмотрено в срок свыше 30 дней. В отношении начальника отдела Севреестра прокуратура возбудила дело об административном правонарушении по ст. 559 Кодекса об административных правонарушениях РФ за нарушение порядка рассмотрения обращений граждан. В Севастополе готовят дороги к осеннему сезону. По обращениям глав муниципальных округов и местных жителей, активные работы ведутся на региональных участках. Рабочие устраняют дефекты дорожного покрытия для предотвращения возможных размывов во время осадков. Наша съемочная группа побывала в поселке Родное и узнала, как осуществляются работы по обеспечению безопасности на дороге. Это единственная дорога, по которой можно проехать к двум селам – Родное и Терновка. Во время учебного года по ней четыре раза в день автобус возит детей на занятия. Дорога не всегда безопасная, особенно во время дождей. Практически каждый житель села Родного обращался ко мне по этому поводу, потому что в весенние и осенние периоды, когда идут хорошие дожди, здесь образовываются своего рода паводки. Вопрос безопасности подняли около 500 человек. Сейчас уже ведутся работы по установлению водоотвода. Его протяженность более 300 метров. Кроме этого, жители поселка просят установить металлические барьеры на опасных поворотах. На данном периоде выполняются работы по планировке обочин, восстановлению профиля водоотводных куветов, обрезке дорожных знаков. В частности, были также выполнены работы по установке барьерного оглаждения в рамках обеспечения безопасности дорожного движения в количестве 150 метров и восстановление горизонтальной разметки. Все работы обещают выполнить быстро, за одну смену. До конца этого года асфальтобетонное покрытие восстановят еще на 12 улицах – в Андреевском, Нахимовском и Терновском муниципальных округах. Общей протяженностью более 12 километров. На сегодняшний момент выполнены работы на трех улицах. Выполняются работы также на трех улицах. Это улица Горная, Садовая и участок автомобильной дороги Орлиная, Родниковая и Колхозная. И запланировано на ближайшее время выполнение работ в поселке Солнечный. Кроме этого, в селах Верхнесадовая, Орловка и Андреевка выполнены работы по восстановлению поперечного профиля. Всего на содержание автомобильных дорог выделено порядка 300 миллионов рублей. О том, какие работы идут для повышения безопасности на дорогах, узнали Виктория Дульцева, Анатолий Кукса, информационный канал Севастополя. Сотни медуз атакуют популярные курорты мира в конце августа. Ежегодно эти представители фауны направляются к берегу из-за изменения температуры воды в глубине. В некоторых регионах при купании можно получить серьезные ожоги. В тропической зоне ядовитых медуз больше, но смертельно опасные для человека виды есть и на Дальнем Востоке. А в Крыму медузы в августе чаще скапливаются у западного и южного берегов полуострова. Лучше плавать подальше от корниротов. Их яд вызывает раздражение кожи. И в завершение выпуска о погоде. 29 августа в городе переменная облачность, возможно кратковременный дождь. Ветер северо-западный 6,11 метров в секунду. Температура воздуха ночью от 17 до 19 градусов тепла. Днем 29-30 со знаком «плюс». Это были все новости к этому часу. Еще больше интересной информации смотрите на нашем сайте xtv.ru. Телефон редакции 54-51-12. В студии работала Левтина Игнатьева. Я желаю вам всего доброго и до встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова